1 сентября в Донбассе начался не только учебный год, но и очередной режим прекращения огня, о котором стороны конфликта договорились в ходе последнего заседания контактной группы по урегулированию ситуации на Украине, которое прошло 26 августа в Минске. И сами участники конфликта, и политологи смотрят на ситуацию со сдержанным оптимизмом. Прекращение огня позволило открыть школы и детсады даже в проблемном Куйбышевском районе Донецка, заявил глава района Иван Приходько. Насколько соглашение будет соблюдаться на этот раз, пока не ясно, ведь это уже не первое подобное решение. Режим прекращения огня объявлялся и год назад, после первых консультаций в Минске, и в декабре, и в феврале этого года. Но каждый раз по-настоящему оно не соблюдалось ни одной из сторон. К тому же согласовать соглашение об отводе вооружений калибром менее 100 мм, артиллерия и минометы более крупного калибра официально от линии фронта уже отведены, чего ждут от минских встреч уже несколько недель, переговорщикам пока не удалось. Первый день перемирия, впрочем, прошел относительно тихо, как и несколько дней накануне. Стороны обсудили ход соблюдения прекращения огня на специальной видеоконференции трехсторонней контактной группы. Все участники онлайн-встречи подтвердили, обе стороны полностью соблюдают режим прекращения огня. В частности, этот факт засвидетельствовал заместитель главы СММ АБСЕ Александр Хук, а также офицеры из совместного центра по контролю и координации, написала пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook. Полномочный представитель самопровозглашенной Эленер на минских переговорах Владислав Дынева также заявил, что режим прекращения огня в Донбассе работает, обстрелов нет. Сейчас важно это продлить как можно дольше. Эта тишина, которая у нас установилась с 1 сентября, я надеюсь, что она плавно перейдет в ту тишину, которая является одним из основным условий начала отвода вооружений до 100 мм, цитирует заявление Дынево-Луганский информационный центр. Оценка представителей другой самопровозглашенной республики, ДНР, более сдержанная. Пользуясь тем, что армия ДНР следует договоренностям о прекращении огня, украинские силовики выдвинулись вглубь линии разграничения сторон и заняли территорию в нейтральной зоне. «Для стабилизации обстановки требуем немедленного возвращения ВСУ на их прежние позиции», сказал журналистом заместитель начальника штаба ополчения ДНР Эдуард Басурин. Кроме того, ополченцами ДНР зафиксированы два выстрела со стороны Авдеевки по территории шахты Октябрьская, а всего за сутки силовики обстреляли позиции ополчения семь раз, сообщили во вторник в оборонном ведомстве республики. По данным разведки ДНР, украинские силовики продолжают концентрировать силы и технику у линии соприкосновения. В Донбассе севернее окраин Песок отмечено расположение танкового взвода, в поселке Чермалыг, группа снайперов, одна единица РСЗО «Град» и САУ, в Степном, танки, БМП, БТРы, добавил Басурин. «Режим прекращения огня на Донбассе до сих по ни разу долго не держался, но то, как резко остановились выстрелы на этот раз, заставляет меня думать, что появился некий новый фактор, который заставляет стороны сдерживаться», отмечает известный киевский политолог, директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребенский. Он предполагает, что этот неведомый фактор прозвучал на встрече европейских лидеров и Петра Порошенко, которая прошла 24 августа в Берлине. «Что это за фактор и как долго продержится перемирие, сказать пока сложно», — говорит политолог. Директор Киевского института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что сейчас обе стороны демонстрируют готовность найти компромисс и пойти по пути деэскалации конфликта. «Установилось хрупкое, шаткое, но перемирие. Рецидивы, боевых действий, ред, возможны, но полномасштабной войны не будет, к войне никто не готов, никто воевать не хочет», — уверен Карасев. По его оценке, на руководство Украины серьезно давят европейские лидеры, которые хотят закончить войну и закрыть эту тему до конца года. «Война — это беженцы, а у европейцев сейчас полно своих беженцев из Африки и Ближнего Востока», — считает Карасев. Заместитель директора Центра Украинистики и Белорусистики МГУ ММ.В Ломоносова Богдан Беспалько уверен, что конфликт на востоке Украины имеет все шансы стать неурегулированным, но замороженным конфликтом. В мире существует масса таких конфликтов. В том же Приднестровье не стреляют с 1992-1993 годов, говорит эксперт. По словам Беспалько, сейчас важно действительно прекратить огонь, а потом уже искать политические компромиссы, что может занять и месяцы, и годы, и десятилетия. Народ устал от войны. Опросы на Украине показывают, что люди готовы отказаться и от Крыма, и от Донбасса, чтобы начать, наконец, социальное развитие, уверен политолог. Субтитры создавал DimaTorzok